Всем добра! Узнал я тут по слухам, что разрабы планируют новую десятку выпустить. Ну как по слухам, на официальном сайте в патчноуте общего теста обновления 1.12.1 написано. Короче, супер тестеры вовсю катают сейчас новую китайскую ПТ-шку 114 SP-2. У китайцев в прокачке есть целая ветка ПТ-шек. Совершенно неинтересных машин, как по мне. Косых, неповоротливых. У них якобы есть броня, но совершенно плоская рубка пробивается всеми под любыми углами. На 230 мм под практически прямым углом даже голду заряжать не надо. И вот возникает закономерный вопрос. А главное, зачем китайцам еще одна десятка? Да еще и акционная. Может у этой самоходки есть какие-то мульки, которые заставят игроков прокачать на ней экипаж, а потом грешным делом взяться за основную ветку, а потрахавшись на низких уровнях, вдонатить в надежде, что на высоких-то станет получше? Поверьте, не станет. Я прошел этот путь и жопа у меня знатно пригорала. Хотя удалось показывать неплохие бои и на восьмом уровне, и на десятом. Ссылочки вот тут оставлю. Фугасы на этих ПТшках зачетные. На десятом уровне при среднем пробитии фугасом в 90 единиц, средний урон составляет 1100. Даже пару мастеров удалось взять чисто на фугасах. Не нравится фугасный урон? К вашему удовольствию кумули с пробитием 395 единиц. Можно просто кидать в силуэт и пробитие практически гарантировано. Если не попадешь в экран, или в гуслю, или в заборчик. Если вообще хоть куда-нибудь попадешь. С точностью 0.36 это бывает довольно проблематично. Может именно поэтому в рандоме практически не встретишь китайских самоходок. Не любят игроки превозмогать трудности. Когда надо не только с противником бороться, но и с собственным танком. И вот на этом фоне разработчики и решили выкатить новую акционную машину. Это танк 10 уровня. ПТшка. Да еще и с башней. Китайская ПТ с башней. Да где ж такое видано-то? А вот оно. Полюбуйтесь. Говорят, что китайцы вдохновлялись советским Т-10. Но че-то я сомневаюсь. Может детали сперли каких-нибудь узлов? ПТ-х это больше похоже на японских тяжей. И даже закрадывается предположение, что по всем другим показателям танки тоже должны быть схожи. Но, немного покопавшись в характеристиках, понимаешь, что все это... У ПТшки броня тоньше в несколько раз. Как вам броня корпуса 75 единиц? Ну, мы такое видели. Значит, башня должна быть крепкая. До хрена лысого. 135 миллиметров. В самом толстом месте. Короче, на передней линии броней не поторгуешь. Может тогда это самоходка для боев на дальней дистанции? Ну да, в общем-то. Можно постоять в кустах и ППТшить. Сведение меньше 2 секунд, а точность 0.3. Ну, с позиции определились. А теперь посмотрим, чем оттуда пострелять-то. Пробитие ББшками в целом терпимое. 273 миллиметра при 650 единицах среднего урона. Не выдающиеся, конечно, показатели, но жить можно. Для более уверенного пробития есть подкалиберы. Это, конечно, как по мне, получше, чем кумули у прокачиваемой десятки. Но с хрена пробития всего 329 единиц. Почти на 70 миллиметров меньше, чем у прокачиваемой машины. Да пофиг. Пушка 152 миллиметра. По калибру такая же, как у УВЗ-113 ГФТ. Значит, будем шмалять фугасами в лицо. Но тут нас ждет неожиданность. Пробитие у фугасов такое же, 90 миллиметров. Только вот урон какого-то фига у аукционной машины всего 840. Против 1100 у УВЗ-113 ГФТ. Чуваки, где еще 260 урона? Но зато перезарядка на 2,5 секунды у 114 быстрее. Отсюда и ДПМ повыше. Немного. Но все же. Хотя там такие крупицы, что даже говорить не о чем. А раз говорить не о чем, то и закончим на этом. Пока не вижу каких-то сторон у нового китайца, из-за которых захотелось бы стать счастливым обладателем этого танка. Китайские танкисты обычно топят за броню и разовый урон. А 114 больше похож на немецкие ПТ без брони. Больше скажу. Разработчики в последней итерации супертеста эту ПТшку еще и понерфили. В том числе и по броне. И что у нас получилось? А получилось... Так что, если вы не лютый коллекционер, которому надо, чтобы в ангаре стояли и пылились все танки, какие только есть в игре, то других мотивов получить эту машину в ангар я не вижу. Видимо разработчики на таких игроков и рассчитывают. Есть конечно надежда, что супертестеры покатают эту машину и выскажут свое мнение. А разрабы такие прислушаются и подтянут характеристики. Но мы ведь уже не маленькие, чтобы в сказки верить. Никогда такого не было и ожидать не стоит. По крайней мере каких-то глобальных изменений. Вангую, что в ближайшее время эта машина появится в бодовом магазине. Других вариантов не вижу просто. Пишите, что думаете об этом. Жмите чего-нибудь. И всем добра. Продолжение следует...